Муж с женой празднует 35-летие совместной жизни. И муж говорит, Галя, а помнишь, 35 лет назад жили на съемной квартире, спали на дряхлом диване, смотрели черно-белый телевизор. Помню, Боренька, помню. А сейчас, Галя, квартира своя, мебель шикарна. Имеем несколько авто. Да, Боренька, все благодаря тебе, Боренька, все в дом, все в дом. Ой, Галька, а раньше-то я спал с молодушечкой 20-летней, грудь третьего размера, попка, ух, то, что надо, весь квартал завидовал. А сейчас, ох, с бабкой старой 65-летней, Боря, а в чем проблема? Найди себе 20-летнюю для сна. А уж поверь я, бабка с опытом, позабочусь, чтоб ты жил на съемной квартире, спал на дряхлом диване и смотрел черно-белый телевизор. Приходит мужик на почту, чтобы посылочку отправить, смотрит, а народу никого нет, думает, во, повезло. Смотрит, сотрудница банка сидит, газету читает, подходит к ней, говорит, можно мне, она так, мужчина, в очередь встаньте. Мужик думает, глянь, народу никого нет, и снова к ней, извините, пожалуйста, она, мужчина, я вам сказала, в очередь встаньте. Мужик думает, блин, да народу никого нет, что с ней? Разозлился, как плюнет ей в лицо, она, мужчина, что вы себе позволяете, я сейчас полицию вызову. Мужик, а почему вы думаете, что это я? Посмотрите, сколько вокруг народу. Медсестра готовит деда 80-летнего к операции. В паху побрить нужно. Подходит к нему, распахивает одеяло, смотрит, а там дурында такая лежит. Она так наклоняется и говорит, ух ты, красавчик-то какой, мечта любой женщины, дед. Да, есть такое. Буквально пять лет тому назад я мог повесить на него 10-литровое ведро с водой и пробежаться 100 метров без застановки, не помогая себе. Руками. Медсестра, ну а сейчас, наверное, не можете, дед. Да все бы, ничего, только коленочки подкашиваются. Разговаривают две подруги и одна другой говорит, Галя, Галя, а что-то я давно мужа твоего не видела. Ай, заболел. Да нет, что ты, в командировку уехал на два месяца. Слушай, ну и как же ты теперь без мужика? Вся, наверное, и страдалась. Да ладно, что ты, он мне вибратор купил. Слушай, ну и как он тебе заменяет мужа? Как он хоть действует, расскажи. Слушай, да все бы, ничего. Да вот только пломбы все повыскакивали. Сидит бабка с дедом, обедает. Бабка начинает чавкать. Деду это все не нравится. Берет ложку, как даст ей по лбу. Бабка, за что, дед? Он, перестань чавкать. Бабка перестала чавкать. Обедает дальше. Дед опять-то как разозлится. Как даст бабке по лбу? Бабка, а сейчас-то за что? Дед, как вспомню, аж бесит. Гинеколог поставил спиральку. Блондинки-то встает с кресла, одевается и говорит. Доктор, а поскольку можно колгон принимать? Доктор в шоке. Какой колгон? Блондинка. Но чтобы накипи на спиральке не было. Подходит сын к отцу и спрашивает. Пап, а в чем разница между тетенькой и дяденькой? Отец, вот садись за стол, сынок. Сейчас объясню. Вот смотри, у меня сорок пятый размер. У мамки у нашей тридцать седьмой размер. Вот между ногами и разница. Приходит мужик к окулисту и говорит. Доктор, что-то зрение падает. Доктор, ой, голубчик, да тебе нужно укрепить глазные мышцы. Для этого нужно каждый день делать такое упражнение. По часу. Глазами вверх, вниз, влево, вправо. И все пройдет. Доктор, каждый день по часу. Да это так нудно. Да и скучно. Доктор, да не переживайте. Я вам дам видеокассету. А что хорошего на этой кассете записано? Да ничего особенного. Там просто записан бег обнаженной девушки с большим бюстом. Милиционер возвращается утром рано домой. Весь в помаде, галстук на боку. Шаринка расстегнута. Встречает на пороге жена и говорит. Ну и где ты был? Всю ночь. Дорогая, да ты не поверишь. Всю ночь в засаде сидел. Теща так высовывается из-за дверей и говорит. Ну и как? Засадил? В самый разгар свадьбы из-за стола встает такой интеллигентный мужчина, чтобы произнести тост молодым. Все замолкли. Он так берет рюмку и начинает. Я желаю... Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы эта красавица-невеста отсосала мне. Гости все в шоке, как начинают к нему ловиться. Отец-невеста, жених-невеста, брат-невеста, дед-невеста. Он так медленно рукой. Нет, нет, нет. Только невеста. Разговаривают подруги. И одна говорит. Ой, девчонки, вчера такую позу испробовала. Называется Родео. Слушай, а что это за поза? Кладешь мужика на спину. Садишься на него сверху. Ну и начинаешь прыгать. А хочется этого огонька, искорки. Говоришь ему, что у тебя сифилис. Ой, бабоньки! Самое главное – удержаться. Звонок в мастерскую по ремонту бытовой техники. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня телевизор сломался. Мастер, здравствуйте! А расскажите поподробнее, как, что произошло. Да понимаете, телевизор смотрю и вилкой в ушах ковыряю. Мастер, да вы в следующий раз глаза наждачкой потрите, и видимость пропадет. Дорогой, а помнишь, ты на рыбалку ездил? Да, а что? Так щука твоя звонила. Сказала, что с икрой. Товарищ инспектор, машину перепаркуйте с перехода, раз в ДПС, думаешь, все можно? Да, а что? Охренел, что ли? А я пожарный. Мне что, на заправке покурить? Я ей говорю, бери в рот и соси. Она кочевряжет. Не буду, не умею. Я ей опять, давай, соси. Она головой мотает. Ну и что дальше было? Ну как, что? Смотал шланг, закрыл бак и уехал. А то бензин дай, так еще сам соси. Парень с девушкой прогуливается по парку. Мимо проносится мужик на лошади и кричит. А ну, давай, залетная! Девушка так поворачивается к парню и говорит. Я ж тебе говорила, не говори никому. Сидит мужик, рыбачит. В одной руке удочка, в другой кирпич. Мимо проходит девушка и говорит, мужик, а зачем тебе кирпич? Он, отдашься, скажу. Она развернулась, ушла. Самой любопытно. Подходит у него, так спрашивает. На четвертый раз не выдерживает. Мужик, ладно. Ох, давай, отдамся тебе. Все у них прошло замечательно. Она говорит, мужик, ну зачем тебе кирпич? Он, ну как зачем? На удочку-то не клюет, а на кирпич. Ты уже третья. Сидят бабка с дедом, молодость вспоминают. И дед бабке говорит, слушай, а давай как раньше. Я буду сидеть возле сарая, а ты придешь ко мне на свидание. И пойдем мы с тобой на сеновале поваляемся. Бабка, хорошо, пойду-ка я немножко приоденусь. Дед оделся, сидит возле сарая. Бабки час нету, два, три. Дед думает, пойду-ка я посмотрю, где моя бабка. Ворчит, идет домой, открывает дверь, смотрит. А бабка сериал смотрит. Ты чего ко мне старая не пришла? Бабка, а меня мама не отпустила. Бабка с дедом собирает ягоды. Вдруг у деда замаячила. Баб, быстрей, пока возможность появилась. Сделали дела. Дед бабке говорит, бабка, а ты в молодости не такая активная была. Бабка, ты меня на муравьи на кучку не кидал. Да смотри, у тебя в молодости потоньше был. Дед дык, он у меня в молодости не складывался.